Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа Айтарымбар и я, ее ведущая, Айжан Баюакова. Гость нашей студии Ольга Николаевна Ушакова, руководитель общественного объединения Республиканское славянское движение ЛАД. Сегодня мы поговорим о новостях Дома Дружбы, о весенних мероприятиях в нашем городе. Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте рассказывайте, какие у вас новости в Доме Дружбы были. Ну, новостей-то у нас, естественно, очень много. Каждый день какие-то мероприятия, что-то происходит. Но сейчас, в данный момент, конечно, мы ведем подготовительную работу к самому главному празднику в жизни любого христианина – это Пасха. В этом году Пасха выпадает на 28 апреля. Ну, конечно, этот праздник за многие тысячелетия уже оброс своими традициями, обычаями. И сегодня уже неважно, насколько человек воцерковлен, погружен в веру, просто есть традиции, которые неизменны, уже сидят в крови у каждого человека. То есть этот праздник предполагает радость. К этому празднику готовятся заранее, постятся, истинно верующие люди ходят в церковь, стоят на службах. Ну, а в любом случае любой христианин к этому дню готовится заранее. То есть обязательно наводится порядок в доме, делается генеральная уборка в чистый четверг. Потом начинают печь обрядовые кондитерские изделия, которые называются куличами. Вот сдобные такие хлеба высокие, это куличи, а изделия из творога с добавлением изюма, кураги, цукатов, называются пасхи. Ну и, конечно, обязательно красят яйца. И вот в этот день, в воскресенье, с самого утра, христиане, сходив в церковь, отстояв всеночную, за утреннюю службу, приступают к так называемому разгавлению. То есть заканчивается пост, и можно кушать все, что угодно. Люди собираются дома за праздничным столом, накрывают его красиво, завтракают, едят яйца, пьют чай с этими сдобными хлебами, которые называются куличами. Потом приглашают друзей, идут в гости. Дальше начинаются игры, которые сопровождаются песнями, весельем, радостью. И вот мы к этому празднику как раз подготовили большой праздничный концерт, праздничную программу даже, я бы сказала, которая состоится 28 апреля. В начало в час это у нас в фойе городского дворца культуры будут проходить дегустация куличей, дегустация молочной продукции нашей замечательной фирмы Молком. Наши ребятишки покажут мастер-класс, как украшать яички. И в два часа состоится большой праздничный концерт, который тоже добавит настроение всем людям, которые независимо от их вероисповедания и конфессии придут на наш концерт, послушают замечательную музыку, окунутся в праздничную атмосферу. И я думаю, они будут очень довольны и с хорошим настроением начнут следующую трудовую неделю, которая также у нас оказывается радостной и праздничной. Ну, замечательно. Спасибо большое за такой подробный ответ. А давайте поговорим о мероприятиях, запланированными общественными объединениями на эту весну, на май конкретно. Что касается майских праздников. Ну, 1 мая у нас издавна считается любимым праздником. Все мы помним еще с советских времен, как мы с родителями, с транспарантами, с флагами, с шарами ходили на демонстрации трудящихся. Ну, сейчас немножко, конечно, этот праздник видоизменился. И называется теперь праздник единства народа Казахстана, что тоже хорошо и замечательно. Так вот, в городском доме дружбы этому празднику был дан старт еще 19 апреля. Состоялся круглый стол молодежных объединений города, после чего состоялся большой праздничный концерт. И вот с 19 апреля каждый день каким-то культурным центром, а то и несколькими, проводятся различные мероприятия, которые посвящены этому радостному дню. И 1 мая на острове Мира, как он теперь называется, состоятся заключительные праздничные гуляния, посвященные этому празднику. Дом дружбы будет накрывать праздничный стол, с национальными блюдами, показывать какие-то обряды, какие-то традиции. Я призываю всех горожан прийти на остров, окунуться в праздничную атмосферу и поучаствовать в этом радостном празднике. Замечательно. Ну, конечно, надо быть более активными. Давайте поговорим также, что запланировано на май. Конкретно какие именно в праздничные дни, что еще ожидает наших горожан? В дальнейшем у нас грядет самый, наверное, светлый праздник 9 мая. Вот 9 мая – это праздник, который глубоко в душе у каждого человека на всем постсоветском пространстве сидит как память, как зов предков, я бы так сказала. И каждую весну Ассоциация некоммерческих организаций по связям с российскими соотечественниками проводит ряд мероприятий, которые посвящены 9 мая. В этом году старт этих мероприятий дает автопробег по Восточно-Казахстанской области, который состоится 4 мая, начало в 10 часов утра в нашем сквере Победы. К нам приезжают ребята из Курчатова. Автопробег начинается, собственно, оттуда. Вот наши активисты оттуда приезжают. Мы открываем дальше автопробег возложением венков к Вечному огню и далее двигаемся по маршруту Бородулиха-Шимонайха-Волчих-Секисовка и заканчивается автопробег в Усть-Каменогорске большим праздничным мероприятием. Также возложением венков к мемориалу славы в городе Усть-Каменогорске. Дальше также ежегодно мы проводим такую акцию, она называется «Зажги свечу». Это международная акция, это всемирная акция. Во всем мире 8 мая празднуется День жертв Великой Отечественной войне 1939-1945 года. В этот день мы зажигаем свечи в память о тех людях, которые погибли в этой войне. Это мероприятие состоится 8 мая в 19.00 в Сквере Победы. Мы приглашаем всех горожан присоединиться к нам, зажечь свечи в память наших предков, которые погибли в этой войне, независимо от того, воевали они, либо находились в зоне военных действий, либо они были под оккупацией, либо они были военнопленными, либо угнаны на работы в Германии и находились в концлагерях. Сейчас все меньше и меньше таких людей остается. Но вот я знаю лично одну женщину, бабушку моей подруги, которая была в Освенциме, и у нее до последних дней была выжжена на руке ее метка, порядковый номер. Она попала туда со всем девочкой, и вот она всю жизнь, через всю жизнь пронесла вот эту боль, трагедию своего детства, как она находилась в этом страшном месте, как она выжила. И она могла, смогла нам еще, когда мы были девочками, передать какие-то свои воспоминания. Конечно, она щадила нашу детскую психику, и всех ужасов она нам не рассказывала, но говорила, что это очень-очень страшно. Так вот, и память таких людей, она не должна раствориться в неизвестности, она должна быть сохранена, пронесена. Мы должны отдать должное, и мы не должны забывать те события, в которых пали, ну, порядка, я, по-моему, ошибаюсь, 50 миллионов, да, если в общем брать не только Советский Союз, а вообще все страны Европы, в том числе, которые участвовали в этой войне. Вот, и в дальнейшем мы планируем также ежегодно проведение этой акции. А расскажите, где подробнее можно еще узнать в социальных сетях, ну, под расписание точное, время, все, что мы сейчас говорили, может быть, на какой-то сайт или еще зайти в социальные странички, может быть, озвучите? В социальных сетях, конечно, у нас идет и по Инстаграм информация, и мы, конечно, по Ватсапу все это публикуем, и в любом случае, кто хочет к нам присоединиться, они, конечно, это все разыщут, придут, нас поддержат, но нам хотелось бы, чтобы это было более масштабно, чтобы больше людей нас приходило и поддерживало. 9 мая планируется же у нас проведение «Бессмертного полка». Да. Вот, я не знаю, конечно, кто был инициатором, но это замечательная идея, она проходит по всей стране. Ну, продолжая наш разговор, хотелось бы немножечко уже мне подробнее рассказать, что инициатором акции «Бессмертный полк» является телекомпания ТВК-6, которая именно по поддержке с города Томска, то есть изначально стартовала акция в городе Томск, вот, и здесь инициатором был Морбек Казангапович Баюаков в нашем городе. Именно он, вот, первые, самую первую акцию провела телекомпания. Сейчас уже никому не надо объяснять, в чем смысл, идея и какая основная цель данной акции. Люди идут, идут с семьями, с внуками, с правнуками, идут от всей души, готовятся к этому празднику. Это праздник, да, действительно, в сердцах людей. И он живет не только один день 9 мая, это на протяжении всего года. Я знаю, что многие уже такая традиция, и наклейки клеят на автомобиле, и ленты, то есть они на автомобилях круглый год можно заметить у горожан. Акция стартовала у нас уже не первый год, поэтому всех горожан нашего города приглашаем прийти на акцию и отдать дань памяти нашим предкам, которые воевали за нашу свободу, независимость, за наше светлое будущее, за мир на нашей земле. Большое спасибо за информацию, вот сколько я не присутствовала при этой акции «Бессмертный полк». Честное слово, я от вас первый раз услышала, кто у нас являлся инициатором этой акции. Большое вам спасибо. Это большое дело, конечно, эта акция, она уже вышла за пределы, конечно, какой-то страны. Это уже всемирная акция, и как здорово, что мы в Семипалатинске приобщены к событиям, которые происходят во всем мире. Это здорово. Ну а мы завершаем наши праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, детским военно-патриотическим концертом, который состоится в 16 часов на набережной реки Иртыш. У нас есть замечательная вокальная студия «Милана Плюс», художественный руководитель Александра Нижебецкая. Она к этому празднику подготовила цикл песен, которые посвящены миру, памяти. Замечательно дети поют, и они с радостью поделятся своим мастерством с нашими горожанами. Мне остается только поблагодарить за время, уделено нашей программе. Огромное спасибо. Мы сейчас внизу расположим телефоны контактные, по которым люди могут позвонить и еще раз задать вам вопросы, уточняющие все-таки по соцсетям и так далее. Огромное спасибо. Всех благ к нам. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова